Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители интернет-портала «Православие.ру». Мы продолжаем с вами наши лекции беседы. И на прошлом занятии мы говорили с вами на тему «Отрекалась ли наука от Бога?». И мы увидели, что многие люди, ученые, действительно настоящие ученые, Альберт Эйнштейн, Ломоносов, Исаак Ньютон, они верили в Бога как в Творца и промыслитель этого мира. Хотелось бы только лишь сказать еще несколько слов, каков главный постулат, который подкрепляется словами, якобы, что наука доказала, что Бога нет. Главный постулат, что нашей Земле миллиарды-миллиарды лет, и вот в результате эволюции Земля развилась, человек и Земля, все движется к некому прогрессу. Но надо посмотреть, так ли это на самом деле. Действительно нашей Земле миллиарды лет. Есть такие ученые, например, ученые-креационисты, которые чаще всего не причисляют в себе никакой конфессии. Они говорят, что согласно их подсчету, сколько лет, согласно их научным открытиям, это доктора наук, химии, физики, точных наук, они говорят, что нашей Земле максимум 30 тысяч лет. Другие говорят, может быть, 20. Некоторые склонны даже к тому, что не более 10. Мы знаем, что согласно Божественному Откровению, книге Священного Писания, сейчас от сотворения мира 7524 год. У нас в храмах, когда выдаются антиминсы, то на них написано, в какой год был выдан антиминс. И там стоят две даты. От сотворения мира и от Рождества Христова. Итак, какие есть доказательства? Ну, например, эти ученые говорят о том, что наша Земля молода. А если это так, что наша Земля молода, значит, вся картина теории эволюции, она рушится не как иначе, как карточный домик. Они приводят такие факты. Ну, например, если мы представим себе визуально нашу планету, то мы видим материки, вот карту географическую. Мы видим вот здесь, например, расположена Северная Америка, здесь Южная, здесь Европа, здесь Евразия, здесь Австралия, тут Япония, тут Африка. А если геометрически это все сложить, мы увидим, что контуры достаточно будут неплохо совпадать. Поэтому это ученые говорят о том, что есть такой закон, как движение материков. И они говорят о том, что если нашей Земле миллиарды лет, 45 миллиардов лет, как предполагают эволюционисты, то тогда должны мы наблюдать какие-то катастрофы очень серьезные. Есть еще и другое доказательство. Например, отдаление единственного спутника Луны от Земли. Эти ученые почитали скорость удаления спутника Земли, Луны, и сказали, что наша Земля молода. Если 45 миллионов лет, миллиардов, как утверждают эволюционисты, то мы должны лишиться единственного спутника Земли. Другое доказательство, то, что просто приходит на память, да, больше всего, кстати, космонавты НАСА, когда запускали свой луноход на Луну, боялись, что он утонет в пыли, в космической пыли, потому что они предполагали, что нашей Земле 45 миллиардов лет, я уже не помню, какие там точные цифры. То есть, огромное-огромное количество лет, что проверить никто не может, как это все происходило, и так ли это на самом деле. И они, когда запустили свой спутник, то сделали ему специальные зонты, чтобы он не утонул в этой пыли космической. Но когда он приземлился, увидели, что там всего 3-4 сантиметра этой пыли. И это опять говорит о том, что наша Вселенная, наша Земля молода. Следующее доказательство. Магнитные осадки, которые есть, например, магний, химический элемент, он выпадает в каком-то количестве. Если нашей Земле миллиарды лет, то должны мы где-то наблюдать достаточно серьезные слои этих магнитных осадков. Есть и различные другие доказательства. Например, есть такой закон прицессии, есть закон потери энергии Земли, когда Земля в своем вращении притормаживает на какой-то процент в течение 70 с лишним лет. Если нашей Земле 45 тысяч лет, то вращение его должно быть таким, что просто на Земле, наверное, либо все бы сплющились в некую лепешку, либо, наоборот, улетели. Когда у меня в некоторых аудиториях спрашивают студенты, а куда делались динозавры, то я говорю, согласно теории эволюции, они просто по принципу карусели вылетели с Земли, потому что они были самые тяжелые. Но это просто шутка. На самом деле мы об этом поговорим более подробно, когда будем стал уже открывать строки Священного Писания. Итак, мы видим, что на самом деле доказательств как таковых, что якобы нашей Земле миллиарды-миллиарды лет, нет. Это всего лишь теория и не более. И таких теорий очень много. И теперь нам с вами уже необходимо перейти к изучению книги Священного Писания. Первая книга Священного Писания – это книга Бытие, которая так и называется, если более дословно перевести ее название – это «Начало». Поэтому человек, когда знает свое начало, откуда он, в чем смысл его жизни и чем это все закончится, такой человек выглядит не то, что выглядит, а он есть на самом деле более целостный человек в своем самосознании. И мы читаем с вами первую главу, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Итак, первые строки Священного Писания говорится, что «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эти слова звучат так. Здесь слово «Бог». Дело в том, что у Бога много имен в Священном Писании. Есть Адонай, Шадай, Элагим. Эль, Саваоф, Яхве. Почему у Бога столько много имен? Дело в том, что в зависимости от того Бога нельзя, его сущность нельзя выразить в каком-то имени. Но в зависимости от того, с каким именем Бог являлся народу израильскому, который был на определенном историческом этапе народом избранным, народом верящим единого Бога, по сравнению с теми народами языческими, моавитяне, амавитяне и другие народности, которые его окружали, в зависимости от этого человек должен был получать какое-то откровение. Если являлся, например, Бог ему с именем Элагим, то, значит, люди забыли, что Бог является Творцом и Милосердным. Если Адонай, то люди забыли, что Господь, Он их Господин, и стали больше надеяться на князя, на сына человеческого, или, как сказано, проклят всяк, надеющийся на человека. Если Саваоф, то люди забыли действительно о том, что Бог их слава, что нужно воздавать Ему именно славу, каждый ищущий славу Божию, как сказано, прославящий Меня, прославлю того и Я. И в этом смысле здесь, когда мы читаем с вами первые строки, уже в них открывается очень многое. Здесь сказано, вначале сотворил Бог, и здесь стоит имя Бога во множественном числе. Если переводить дословно, будет звучать так. Вначале сотворил Боги. Почему здесь стоит множественное число? Здесь есть сразу же, с первых страниц Священного Писания, прямое указание на Богу Троицу. Такое прямое указание мы еще встретим в Бытие, первая глава, 26 стих, когда мы увидим, как Бог творит человека. Также встретим это в книге Бытие, 18 главы, явление Святой Троицы Авраам. Итак, вначале сотворил Бог небо и землю, как сказано. Небо и землю. Многие отцы церкви говорят о том, что под словом небо здесь нужно понимать мир ангелов, архангелов, которые Бог творит, мир невидимый. Земля же – это та земля, которая есть на сегодняшний день. Как сказано, земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и дух Божий, написано, носился над водой. Это слово, его можно перевести по-разному. В большей степени это слово переводится, как «дух парил» или «согревал своим теплом воды». Далее мы видим, сказал Господь, да будет свет и стал свет. Что это был за свет? Очень важный вопрос. Святитель Василий Великий по этому поводу пишет следующее. Творец всяческих, цитата, «изрекше слово, да будет свет, мгновенно вложил в мир благодать света». Мы видим, что свет, о котором здесь сказано в Священном Писании, это благодать, которую Бог вложил в этот мир. Владимир Лоский, писатель, который, можно так сказать, в некой степени сделал такую квинтэссенцию, если так можно выразиться, для более лучшего, в какой-то степени для человека, незнакомого со светоотеческим преданием, восприятия отцов церкви. Вот что он пишет, цитата. «Свет есть не только физические колебания, то есть не только нами видимый свет, сколько это есть свет разума». То есть начало порядок и гармонии мироздания – это свет разума. И мы читаем с вами далее. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро день один». Многие спрашивают и задаются таким вопросом. Что такое тьма? Надо сказать так, что все отцы церкви говорят в один голос, что тьма – это отсутствие света. Например, преподобный Иоанн Дамаскин пишет, «Тьма не есть, цитата, тьма не есть какая-либо субстанция, она есть лишение света». Конец цитаты. То есть мы, в отличие от православных человек, в отличие от других каких-либо религиозных систем, не верят в теорию дуализма, что существует якобы изначально добро и зло. Зло изначально не существует. О причине происхождения зла мы с вами поговорим уже в третьей главе книги «Бытие». И далее мы читаем. «И сказал Бог, и назвал пятый стих, Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделит она воду от воды. И создал Господь Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стала так. «И назвал Бог твердь небом, был вечер, и было утро день второй». Во второй день Господь твоя твердь. Многие люди думают, что твердь – это земля. Это не так. Твердь – это та невесомость, на которой впоследствии Господь устроит и утвердит звезды, Землю, солнечную систему, остальные планеты, и вообще все мироздание, которое только возможно человеческому взгляду и восприятию. То есть, твердь – это невесомость. Православные люди, читающие Священное Писание, никогда не верили, как ей часто приписывают эти ложные высказывания, что якобы когда-то мы верили так, что земля была плоская, она держалась на черепахе. Это как раз… А все черепаха плавала по морю. Это как раз были теории ученых людей. Мы знали это. За полторы тысячи лет до Рождества Христова была написана книга «Бытие», книга Священных Писаний, писалась на протяжении полторы тысячи лет. Мы знаем, что все устраивалось чудно и премудро по образу Божию. Итак, мы читаем далее. Да, здесь сказано о том, что «и отделил Бог воды, которые над Твердию, от вод, которые под Твердию». Что это за воды, которые были над Твердию и под Твердию? Ну, под Твердию все отцы церкви говорят, что это моря и та вода, которая есть на земле. А над Твердию, вот здесь вот содержится великая тайна. Дело в том, что Твердь переводится как некая ракка, некая пустота. Это на иврите, это то, что писало Священное Писание и книга Ветхого Завета на иврите, звучит как рака. Даже наше русское слово, наверное, ее производно – раковина, то есть некая такая вот пустота, некая невесомость. Что же это за вода, которая была над Твердию? Вода над Твердию, как сказано, это некие космические воды, которые сохраняются до определенного времени. И Ефрем Сирин пишет об этом следующая цитата. «Они, эти воды, пребывают там росой благословений и блюдутся для излияния гнева Божия, для конца этого мира». Святитель Василий Великий тоже примерно писал нечто подобное, что воды эти сохраняются до определенного времени. Действительно, мы с вами часто привыкли, в школе мы видели, как нам на уроках физики приносили такое колесо и говорили о том, вот как происходит молния, вот как происходит гром, вот сначала эти энергии, они между собой сталкиваются, происходит некий разряд, потом мы видим эту молнию, и все говорили, ну да, это так. Но бывает так, что мы видим, что идут тучи огромные, они сталкиваются, но ни молнии, ни грома мы никаких не слышим. И вот ученые в последнее время, когда они уже создали такие космические лаборатории, которые наблюдают за космосом и за тем, что происходит с космоса за нашей планетой, они увидели следующее, что оказывается, когда сталкиваются тучи, то не обязательно должен быть гром. Они увидели, и разная научная аппаратура, она зафиксировала, что прежде чем произойти молнии, какие-то рентгеновские, невидимые обычным человеческим глазом лучи сначала ударяют в эти облака, а потом они сталкиваются, только после этого есть молния, а потом уже гром. Если этого излучения нет, то хоть как бы не сталкивались облака, не происходит этого. То есть много чего мы еще не знаем. А возьмите, пожалуйста, вот мы сейчас начнем говорить о том, что Бог создал и океан, и океаны, и моря. Вот совсем недавно по телевидению сказали, что нашли кальмары, которые там 10, что ли, или 15 метров длиной. Все думали, что такого и не существует, а на самом деле он есть. Как сегодня говорят многие ученые, что всего 7% мирового океана изучено. 7%! Это вообще ничто. И мы читаем с вами далее. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». Что это была за вода, которая была и сначала покрывала всю землю? Ефрем Сирин по этому поводу пишет следующее, что вода, которая покрывала всю землю, она не была соленая, она была пресной. Эта вода была пресной для орошения всей земли. Но впоследствии, когда Бог отделяет сушу от воды и собрание морей, она сделалась соленой. И говорит, почему она сделалась соленой? Для того, чтобы не было гниения. То есть сначала вода была необходима для того, чтобы было оплодотворение земли, орошение земли, а потом она сделалась соленую, чтобы не было какой-либо порчи на земле. И мы читаем с вами далее. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, трава, сеющая семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, трава, сеющая семя, порода ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя и порода ее. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий». Видим с вами, что в третий день творения Господь создает растения. И мы знаем и видим, насколько премудрое созданное растение Богом. Вот, например, возьмем тот же желудь. Вот кто вложил туда столько информации, что из этого желудя вырастет именно дуб, а не береза, и не сосна? Кто вложил столько информации, или, как сегодня принято говорить современным языком, закачал туда столько информации, как в некую флешку, что, например, и семечка подсолнуха будет именно подсолнуха, и он будет еще крутить своей шляпкой, возвращаясь с запада на восток. Кто вложил столько информации в обыкновенное зернышко пшеницы, что из него потом будет хлеб? Кто это все сделал? Вопрос очень серьезный. Если мы возьмем обычно компьютер или какой-то информационный носитель, если мы туда ничего не загрузим, так это останется куском пластмассы. Поэтому Бог, творец и промыслитель мира очень чудно все устраивает в этом мире. Он творит этот мир, творит его своим промыслом, своей волею, и мы видим с вами, что первые дни творения, первый, второй, третий день Бог сотворил свет, Бог сотворил невесомость, Бог сотворил на этой земле уже растительность. Но растительность, которую Бог сотворил на этой земле, она была еще пока некоторое время, совсем небольшое, один день, безжизненный, пока еще не было птиц, пока еще не было рыб, пока еще не было животных, которые населяли бы эти леса, пока еще и нет самого человека, как венца творения. И мы читаем с вами далее. И сказал Бог, и сказал Бог, это первая глава книг Бытия, 14 стих, и сказал Бог, да будет светило на Тверде Небесной для отделения дня от ночи, и для знамени, и для времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на Тверде Небесной, чтобы светить на землю, и стало так. Мы видим, что здесь сказано, будут они светильниками на Тверде Небесной. Как мы с вами говорили, что Твердь это невесомость. Но есть еще один факт, который необходим нам для рассмотрения. Дело в том, что многие критики Священного Писания говорят о том, ну как же ваш Бог, вы там сколько раз переписывали Священное Писание, в чем они нас обвиняют, вы бы хотя бы, говорят, подредактировали. Как же так? Сначала создается зелень, трава, сеющая в семя, а потом солнце. Все же наоборот. Сначала должно быть солнце, как же там по поводу фотосинтеза, а потом уже должны быть и растения. Дни, как-то вы, говорят, переставили. Нет. Мы говорим, что Божественное Откровение не нуждается в редакции, ни в какой. И у Бога все премудро. Дело в том, что Бог создает сначала растения по той причине, что, как об этом пишет, например, святитель Василий Великий, для того он пишет, чтобы ты не сделался идолопоклонникам, не стал поклоняться Солнцу и не думал, что Солнце является причиной всей жизни на земле. Поэтому Бог влагает сначала свой свет, свою божественную энергию, свою благодать в растения, в семя, каждое семящее семя, в каждый куст, который произрастает, в каждый репесточек, в каждый дерево, в каждый цветочек, который в дальнейшем растет на земле. И так мы видим, что Бог делает все премудро, и этим самым избавляет нас от идолопоклонства. И далее мы видим, что тот благодатный свет, да, вот еще многие говорят о том, а как же так, солнца пока не было, как же тогда мы исчисляем дни, 24 дня, 24 часа. Ефрем Сирин тот же пишет, Василий Великий, преподобные Иоанн Дамаскин, они говорят, что на время, чтобы сутки менялись, 24 часа, свет погружался в первозданные воды, и этим самым он как бы освещал воду. На ночь он погружался в первозданные воды, и была тьма, наступала ночь по всей земле, утром он восходил из первозданных вод. И как мы с вами прочитали, как здесь и написано, и да будут светила великие на тверде небесной, чтобы светить на землю, и стало так. Святой Иоанн Дамаскин пишет по этому поводу, цитата, в светило Творец вложил первозданный свет, свет очутился в светилах, ибо светило не сам свет, но вместилище света. Очень важное замечание. Свидетель Василий Великий также пишет по этому поводу. Тогда произведено само естество света, то есть то, что мы с вами читали в первой главе сразу с первого стиха. А теперь приготовляется это солнечное тело, чтобы оно служило колесницей тому первобытному ясному и невещественному свету. Конец стат. То есть мы видим, что тот свет, который Бог создал в первый день творения, он потом вкладывает его в светило, в солнцу и то, что отражается от солнца. И мы читаем с вами далее. 16 стих, здесь окончание дня творений создал Бог два светила великие, светила большая для управления днем и светила меньшая для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на твердие небесные, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью. И отделил свет от тьмы и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую и птицы да полетят над землей по тверде небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода породу их и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь, размножайтесь, наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. Видим, что здесь Господь производит рыб и птиц. И действительно, если мы с вами внимательно посмотрим на окружающий нас мир, то даже некая картина мировоззрения о этом мире у нас изменится, когда мы будем знать о том, что Бог в один день сотворил и рыб, и птиц. В чем же здесь такое чудо Божие этого творения? Дело в том, что мы видим, что птицы, они летают по небу, у птиц есть перья, также у рыб есть перья, есть даже такая рыба, которая называется красноперка. И действительно, если мы посмотрим, что между рыбами и птицами есть нечто схожее, например, вот кто такой пингвин? Пингвин – это птица, живет в воде. Есть летающие рыбы, пингвин несет яйца. Есть рыба, которая много может времени проводить над водой, потом ныряет и живет какое-то время в воде. Такая космогония, такой взгляд на мироздание позволяет нам увидеть нечто общее между рыбами и птицами. И мы читаем с вами далее. Бытие, 1 глава, 24 стих сказано. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, порода ее, скотов и гадов и зверей земных породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и сказал породу его, и создал породу его всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. То есть, в следующий день недели мы видим, что Бог творит животное в шестой день недели. И здесь же, в 26 стихе, мы читаем о сотворении человека. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему и до владычества над рыбами морскими, птицами небесными, над всем скотом, над всей землей, гадами, присмыкающимися по земле». То есть, мы видим, что Господь творит в один день и животных, и человека. Но мы видим, как Он делает это по-разному. Животных Он творит так, призывая и говоря, «Да, и сказал Бог, да произведет земля душу живую, человека же творит совсем по-другому». Как мы с вами видели в начале первой главы книги «Бытия», где было сказано о том, вначале сотворил Бог небо и землю, и я тогда сказал, что это прямое указание на Святую Троицу, где имя Бога Элагим употребляется в множественном числе, дословно, если перевести, так и будет, вначале сотворил Боги, то и здесь мы видим, даже не надо ничего переводить, в русском синодальном переводе это явно отражается. «И сказал Бог, не сотворю, а сотворим». В сотворении человека принимает участие вся Святая Троица. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Что было образом и что было подобием в человеке? Образ, как толкуют многие отцы церкви, это тот подарок, который Бог сделал нам с вами. Образ – это бессмертная душа. Потому что было времени, когда человека не было. Но не будет времени теперь, когда человека не будет. Бог был всегда. А по слову свидетеля Григория Богослова, как он пишет, нельзя говорить, что Бог был когда-то или он будет. Бог есть. И он есть. Но было время, когда человека не было. Но времени того, что человека не будет, уже такого времени не будет. Потому что Бог подарил человека бессмертную душу. В этом образ. В чем же подобие? Бог подарил человеку свободную душу, не только бессмертную, но и свободную. Подобие состояло в том, чтобы человек в своей свободной воле мог бы развиваться в Боге и достичь Бога настолько, насколько это возможно творению. Как пишет преподобный Макарий Великий, достичь Бога и стать даже Богом как бы с маленькой буквы, но помни всегда, что Бог творец, а я творение. Помни всегда, что он горшечник, а человек горшок. Так выражался преподобный Макарий Великий. Итак, мы видим, что Господь создает этот мир. Он создает все по своей божественной премудрости и своему божественному плану. Он создает воды, твердь, на тверде утверждает землю, вселенную огромную, рыб, птиц, звезды, животных и, наконец, человека. И когда мы всю эту картину мира, всю картину мироздания так или иначе читаем о ней, воспринимаем, то видим, насколько все гармонично, насколько все удивительно, насколько все Богом промыслительно в этом мире, то у нас, вольно или невольно, задаемся себе таким вопросом. Если это действительно так, то откуда тогда в этом мире существует зло? Почему одни люди живут бедно, а другие богато? Почему одни люди рождаются в семьях известных фамилий, а других никто и никогда не знает? Почему одни люди восхищают в этом мире власть, а другие вынуждены посчитать последние копейки и живут на какие-то гроши? Почему одни дети рождаются здоровыми, а другими больными? Если Бог, Он творец и промыслитель мира, то тогда Он несет ответственность за этот мир. Этот вопрос очень важный. Почему Бог в этом мире допускает зло? И на эту тему мы с вами поговорим на следующей нашей встрече.